Чемпионат мира в Паттайе по пистолету 2022 года проходил в очень непростых погодных условиях, было очень жарко и влажно, до 34 градусов тепла, которые ощущались как 44. Упражнений 30, пробежимся буквально по ним по диагонали, я попробую скорее не разбирать их, а какие-то свои впечатления рассказать. Опять же, достаточно сжато, чтобы вас не утомлять. Вот посмотрите, вот это вот классическое упражнение на одну руку, когда стрелка принуждают, именно что принуждают дизайнеры упражнения, стрелять именно одной рукой. Здесь стрелять двумя руками практически невозможно. Зона выполнения упражнений это вот эти пеньки, очень богатое, очень красивое оформление. Посмотрите, сколько труда сюда вложено, сколько любви, но само упражнение довольно примитивное, то есть три мишени с одной стороны, четыре мишени с другой стороны и, по большому счету, ничего интересного в этом упражнении нет. Если мы хотели здесь кого-нибудь дисквалифицировать за пронос пистолета сквозь руку или за случайный выстрел, а я видел случайный выстрел на этом упражнении, дисквалификацию последовавшую после этого. Ну, мне кажется, чемпионат мира не то место, где нужно заниматься подобным отсевом. Далее у нас несколько упражнений были очень интересно сделаны. Видите буква T, это первая буква THPSA, Тайландской Федерации Практической Стрельбы. Соответственно, они просто сначала нарисовали эти буквы на плане, а потом понакидали мишеней. Ну, именно что понакидали. Посмотрите, практически все стрелки идут одним и тем же геймпланом, за исключением тех, кто наименее опытный и просто не понял, как правильно здесь распределить силы на дистанцию. Все позиции практически статические. Почти негде стрелять в движении. Ну, на подбежке только левая мишень, он-то дальняя в углу. Но я бы сказал, что вот этот стрелок, да, в опене стреляет, он взял и попробовал стрелять что-то. Вот сейчас справа он будет стрелять две мишени вот здесь, в движении. Смысла в этом вообще никакого нет, потому что он все равно в правый угол пойдет. И все в мишени, поражаются из каких-то полунаклонов, полупозиций. Это не очень интересно смотреть даже. И я не знаю, насколько это интересно стрелять. Мне, к сожалению, пострелять-то не удалось. Я смотрю за всем этим из-за штрафной линии, не заходя на территорию упражнения. Следующее упражнение, буква H, абсолютно такое же в плане логики. Это позиционное упражнение. Вот позиция. Стрелок стреляет по кругу несколько мишеней. Выковыривается из то, что называют задницы. То есть стартует из положения, когда его вес находится на опорной ноге, ему нужно сначала этот вес перевожить. Обстреливает группу мишеней по кругу, прибегает на следующую позицию. Опять группа мишеней по кругу. Из всех навыков быстрый бег и, собственно говоря, переносы, наверное. Это упражнение, посмотрите, поппер, который стреляется в наклоне, активирует движку. И поскольку поппер стреляет с одной позиция, движка с другой. Данная комбинация, на мой взгляд, вообще не очень честная. Если ты будешь бежать быстрее, чем нужно, ты можешь прибежать в ситуацию, когда движка ушла. Просто потому, что ты слишком быстро бежал. Опять же, стрельба в наклоне вот из-за таких положений очень сильно теряет все это динамики. Если бы нужно было высовываться из-за баррикады, мы бы имитировали какой-то препятствий, из-за которого мы обстреливаем мишень, укрываясь, не знаю, от условных каких-то врагов. Это я бы еще понял. Следующее упражнение, буква С, оказалось довольно непростым. Оно, в принципе, построено несложно. Но из-за того, что в конце практически всем стрелкам приходилось перепрыгивать вот этот небольшой кусочек, потому что отбегать его было достаточно долго, что ли, я не знаю, там есть какая-то потеря по времени. Все сконцентрированы были на этом прыжке, вот видите, да, как девчонки прыгают. Поэтому очень много проблем было с правой тарелкой. Но упражнение, вот это упражнение, я считаю, оно технически достаточно сложное, и выполнить его очень четко, очень стабильно и классно по времени все попасть непросто. Мне это упражнение понравилось. Вообще, надо сказать, что короткие упражнения на этом чемпионате, они, конечно, тянули, тянули, потому что длинные упражнения построить интересные – это сложная задача. Буква А, вот первые дни и при матч, народ в основном бегал вот налево, потом бежал, вот здесь поппер в наклоне активировали для того, чтобы вышла движка и, соответственно, стреляли эту движку. Ну а дальше бежали вперед и заканчивали на правой стороне буквы А. Я бы сказал, что этот геймплан, он неразумный, именно потому что поппер для активирования движки слева заставляет стрелка очень долго провести на одном месте и, соответственно, еще и к тому же с большой дистанции стреляется в условиях ограниченной видимости. И вот эта последняя мишень, люди на нее почти все возвращались – это лишняя перекладка веса с одной ноги на другую, это лишняя стабилизация. Мне кажется, это неразумно. Гораздо проще было побежать вот сюда вправо. Одно из основных преимуществ данного геймплана – это вот эта мишень стреляется в движении, потом можно спокойно обстреливать активирующий поппер с гораздо меньшей дистанции. Единственное неудобство – это то, что мы слева-направо начинаем двигаться пистолетом о мушке и, соответственно, нам нужно повернуться через длинное плечо в левую сторону. Но в целом данное упражнение, я бы сказал, хоть какие-то варианты исполнения имеет. То есть здесь, в принципе, действительно большое количество стрелков бежало направо, большое налево. Стартовые положения, которые принуждали стрелков что-то держать в руках, каким-то образом осложняли им первый выстрел, здесь применялись прям очень щедро. Я не знаю, насколько это оправдано. Я считаю, что это просто замедление упражнения и просто понижение хит-фактора. Данное упражнение на самом деле чрезвычайно линейное. Здесь всего несколько стрелковых позиций. Они все статические. Здесь опять нечего стрелять в движении, потому что стоят дурацкие половинки. Ну, в общем, не знаю. Мне не очень понравилось это упражнение. Упражнение с кроватью еще более прямолинейное. Четыре мишени практически стоя на месте. Да, сложная стартовая позиция. Встать, зарядиться. Два поппера и две тарелки. Да, тарелки двигающиеся. Упустил их, потерял две секунды. Но у тебя нет вариантов стрелять что-то в промежутке. Если ты сделал ошибку, ты не можешь никак улучшить свое положение. Упражнение недопродуманное, на мой взгляд. Одно из, ну, это, по-моему, среднее упражнение формально. Ну, вот я их называю длинными, да. Они все вот примерно такие. То есть, какое-то начало, какая-то щель, перебежка, смена, какая-то статическая позиция стоя. Не знаю. Мне эти упражнения вот в таком варианте не нравятся. Мне кажется, мы такое в России перестали стрелять уже очень давно. В Европе, в принципе, я не стрелял уже достаточно длительный срок. Но, например, в Эстонии я знаю, что очень много матчей уже так люди не строят. Потому что, ну, вот посмотрите, да. Что мы имеем? Мы имеем перебежку почти 40 метров. И нам нужно, чтобы человек умел быстро бегать. Но вот они вот бегают, вот они старт-стопятся, чуть ли не спотыкаясь на месте. Ну, вроде быстро получается. А какого-то, как это сказать, эстетического наслаждения я от этого рваного стиля перемещения не испытываю. Стрельбы в движении здесь практически нет. Вязать позиции друг с другом не получается, потому что они все разорваны. Ну, оторваны друг от друга, да. Еще одно упражнение, в которое вложено огромное количество строительного материала и которое абсолютно невозможно смотреть со стороны. Я не понимаю, что здесь происходит. У нас слева есть позиция с активацией одной группы движек. Справа есть позиция с активацией другой. Ну, там одна движка, вот видите, там свингер. Я специально снимал так, чтобы в щель его хотя бы видно было. Вот сейчас его она, беса, португальская спортсменка обстреливает. И там дальше было две движки с металлом. Два обычных свингера с металлическими тарелками. Ничего сложного технически мега там не было. Но геймплан был практически для всех один, потому что активировать нужно было сначала, а потом куда-то бежать. Еще один длинный стейдж с тоннелем Купера. Ну, просто некий обязательный элемент. Хотя бы раз на матч он, видимо, должен был появиться. Во всем остальном, это упражнение самым интересным местом будет сейчас вот правое движение. Вот это со сменой. Почти все продакшнцы и все, у кого было мало патронов, бежали, менялись. И бег направо-назад со сменой для правши. Очень опасное перемещение. Всегда нужно смотреть за положением пистолета, за развьем угла. Утреннее упражнение вы видите по смене освещения. Здесь одна из двух сложных таких прям сложных, очень неприятных движек на матче были. Обратите внимание, это свингер, который двигается и качается. Да плюс еще очень сильно перекрыт наушутом. На мой взгляд, это усложнение было, ну, через чух. Просто потому что огромное количество стрелков. Вынуждены были стрелять его, когда он уже остановится, достреливать. В бабку практически никто не попадал при этом. Но просто люди не рисковали. Потому что чемпионат мира это не то место, где надо рисковать. Еще одно такое же типичное позиционное длинное упражнение. Я даже не знаю, что по его поводу сказать. Какое-то количество портов. Ну, переваливающаяся вот эта вот площадочка, на которой надо было идти и стрелять. Вот это короткое упражнение. Самое простое, которое только может быть. Единственная претензия у меня к нему, это то, что левый поппер можно было стрелять только с одной позиции. Если бы его приоткрыли и дали возможность человеку выбирать стрелять его в движение назад, например. Хотя безумие, но тем не менее. Было бы гораздо интересней. Еще одно короткое упражнение с, опять же, сложной движкой. Практически такую же мы только что видели. Движка, на которой у нас ноушут, он не такой жесткий, как в предыдущей вариации. Да, у этой движки, как и у предыдущей, есть две мертвых точки, которая движется и можно ее попробовать успеть поразить, пока она двигается. Но, опять же, нет возможности стрелять что-то в движении. Практически нет возможности делать разумные прокладки. У всех примерно один геймплан. Смотреть на это просто несколько скучно, потому что всех стрелков загоняют в очень узкие рамки. Здесь тоже, посмотрите, позиция, 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 позиция. Каждая позиция привязывает стрелка достаточно надолго к месту. Стрельбы в движении, как таковой, нет. Все смены и все остальное — это просто обычные технические элементы начального уровня. В принципе, я бы сказал, что это не уровень чемпионата мира. Таких упражнений быть не должно. Должны быть какие-то элементы, которые будут заставлять человека более креативно действовать на стейдж, а не просто бежать и стрелять. Активация, две прокладки. Анастасия Мустанин успела выйти на свингер прямо в нужную фазу. Перебежка в обратном направлении вперед. И стрельба по кругу. Мне не хватало здесь прокладки справа или мишени для стрельбы в движении, но упражнение неплохое. Вот это одно из самых интересных упражнений матча. Вот оно мне очень понравилось. Вот смотрите, первый план классический. Сначала ушли влево, обстреляли картонки. Справа активировали две очень быстрые тарелки, которые вертикально прыгают, но очень быстро останавливаются, и в этом их большой недостаток. И альтернативный план более сейфовый, более безопасный. Сначала активировать, прибежать обстрелять картонки, вернуться назад, и там тарелки уже практически стоят. Недостаток упражнения в том, что из-за того, что тарелки очень быстро останавливаются, максимальное время выполнения упражнения фактически ограничивается сверху. То есть никто не будет стрелять его 20 секунд. Может это для тайминга матча неплохо, но с точки зрения разброса результатов на данном стейдже, это, конечно, явное ограничение. Классическое упражнение на то, чтобы уметь крутиться, с хорошим мини-свингером. И вот это, пожалуй, самое раздражающее упражнение матча. Ну, просто жуть. Это лёжка. Я не знаю, зачем она нужна. Я вообще противник даже одной руки, честно говоря. Может быть, не всегда это оправдано. Я просто не люблю стрелять одной рукой сам. И считаю, что этот навык в современной жизни практически не востребован. Все разговоры там про какие-то ранения в руки, там вот это вот всё тактическое применение, по-моему, это чересчур большая натяжка. И статистика, которую я читал, не подтверждает необходимости умения стрелять, например, левой рукой с пистолета. Здесь просто надо лежать и корячиться. Лежать и корячиться. Это просто какой-то ужас. 45 секунд там нормальное время было. Ну, не нормальное, конечно, но обычное время выполнения на лёжке. В общем, не знаю. Не вижу в этом большого смысла ставить такие унылые и неинтересные упражнения на чемпионате мира. Это хорошее упражнение. Видите, расширены зоны, где можно поражать мишени. Две такие широкие щели. Это позволяет делать вееры в движении. Это круто. Это отлично. Хочешь, стой. Хочешь, иди и стреляй. Хочешь, беги. Хочешь, меняйся. Есть вариативность именно в простых каких-то вещах. Это простое упражнение. Здесь даже смотреть не на что. Вот на этом упражнении была очень такая требовательная стартовая позиция с кучей металла и движка, которая уезжала и которую было очень плохо видно. И для того, чтобы её увидеть, нужно было ещё, по-моему, в правый угол убежать. Если застрелиться на металле и поторопиться, то результат получался плохим. Интересно, что можно было концовку решать по-разному. Кто-то делал прокладку, возвращался потом добивать, вот как сейчас Анастасия делает. Можно было вообще прокладок не делать. Важно было закончить упражнение до того, как мувер остановится. Упражнение с дверями. Ну, двери тоже необходимый элемент. В принципе, в практической стрельбе. Я думаю, что стрелять их необходимо. Активатор ножной. Единственный недостаток, что нужно было каким-то образом найти какие-то варианты перемещения по данному стейджу, чтобы и двери тебя не прихлопнули. И с активатором, с ножным хорошо разобраться. Вариантов здесь особо нет. Это линейные упражнения. Его все стреляли одинаково. Упражнение класса лодка. В данном случае класса бык. Сидя на чем-то, на ком-то, ты просто стреляешь по кругу. Все, что видишь, у тебя есть необходимость немножко наклоняться. Скучно и неинтересно, на мой взгляд. Более того, на этом упражнении два свингера были с разной скоростью. Здесь вот это вот упражнение. Многие люди стреляли все-таки с читингом. Как бы организаторы не пытались принудить стрелка стрелять одной рукой, можно было зажать эту палку между щекой и плечом. Что многие мужики и делали. А вот девочкам и людям невысокого роста, к сожалению, данный вариант просто не подходил. Тем не менее, вот Анастасия, как вы видели, прекрасно разобралась с одноручной стрельбой в окне. Но в концовке немножко намазала по металлу в обычном положении в статике. Отличное упражнение, считаю. Просто отличное, потому что заставляет концентрироваться как на простых участках упражнения, так и на сложных. Это вот упражнение довольно сложное геометрически. И мне его очень интересно было наблюдать, как люди его решали. Вот оно нестандартное, его можно было в равной степени успешно пройти справа налево, слева направо. Прям отлично. Упражнение на качающихся платформах практически всегда присутствует на каких-либо чемпионатах Европы, мира, на больших матчах. Не знаю, не уверен, что данная платформа вот в таком варианте прямо супер делает интересным это упражнение. Потому что там нужно все-таки было делать перемещение, и перемещение такое довольно, ну, в полтора шага, скажем так. И да, на этом упражнении стоял лазерный активатор. Видите, здесь в пеньках какие-то дырки, щели. Нужно было добежать до конца, и, соответственно, у тебя двигались, все движки начинали двигаться. При этом одна из них, как вы видите, еще и со сложной траекторией движения. Поэтому, да, это упражнение было любопытно построено, но стрелять его, все стреляют тоже, опять же, одинаково. В заключение хочу сказать, что мне понятны причины, по которым упражнения строятся вот именно таким образом. Почему не так много прямо интересных упражнений, которые было бы приятно решать как головоломку, как задачу, раскладывать на какие-то свои собственные сильные, слабые стороны. Спорт стареет, большое количество людей из разных регионов везде по-разному видят IPSC. Где-то больше это темповая стрельба по ближним мишеням, где-то это комбинашки, и нужно уметь читать движки и понимать, сколько прокладок ты успеешь за время активации. Где-то привыкли стрелять в папера синего цвета, где-то красного. Всем не угодишь. Особенно мне, человеку весьма требовательному, ну и, естественно, поскольку какой-то определенный опыт построения матчей в качестве дизайнера упражнений у меня есть, я всегда смотрю на упражнения с позиции, а что бы здесь можно было еще улучшить. Хочу сказать огромное спасибо организаторам этого матча, потому что проведен он на очень высоком организационном уровне. Великолепная работа судей, практически не вызывавшая никаких вопросов. Отлично отработала вся бригада, которая обеспечивала работоспособность упражнений. Мишени постоянно менялись. Никаких вопросов с туалетами, с питанием на стрельбище. Никто не ждал по два часа на этой дикой жаре. Отлично, великолепно организованный матч. Огромное спасибо. И вам спасибо за внимание. Ждите следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok